Близкий друг Игоря приступил закон, спрятал свой автомобиль, но в полицию заявил об угоне. Мужчина пошел на этот шаг не из-за наживы, машина была в кредите, денег на выплаты не хватало. Какое-то время он еще платил сам, но потом платить не смог. И нам с друзьями пришлось помогать ему какое-то время, в том числе и мне. Но в итоге он решился на такой шаг. Если друг Игоря решился на это от безысходности, то мошенники используют подобный способ для обогащения. В любом случае автомобиль прячут у третьих лиц или разбирают на запчасти. Затем поступает заявление в полицию об угоне. Приобретают дорогостоящие автомобили и впоследствии, не справляясь с выплатой кредита, либо с чувства наживы, заявляют ложный угон. Таких фактов достаточно уже много. Все кредитные авто застрахованы, банк обязывает пройти эту процедуру при оформлении. Поэтому свои деньги возвращает. Терпят убытки страховые компании. Точные цифры в полиции не раскрывают. Но исходя из того, что ежегодно в России около двух миллионов авто покупается в кредит, поле для работы мошенников и для тех, кто их ловит, обширное. Стражи порядка уверяют, большинство злоумышленников удается вычислить. Им инкриминируют сразу две статьи. Мошенничество и скупка продажа краденого. Схема мошенников в формате угон кредитного авто вроде бы как работает, но недолго. Примером тому служит полицейская статистика. На штрафстоянке правоохранителей уже находятся более 30 арестованных автомобилей премиум-класса. Евгений Гуляев, Михаил Истров, Телевизионная служба новостей.